Итак, всем здравствуйте, товарищи! С вами снова Константин Калуцкий, и сегодня мы продолжаем наш разговор о московском Спартаке и их, теперь уже бывшем футболисте, Куинси Промеси, который, по всей видимости, переходит в Юнайтед. Но немножко не тот. Понятное дело, несколько лет назад, когда Промес был на пике, возможно, кто-то и мог рассчитывать на то, что Манчестер Юнайтед подпишет нашего голландца, но сейчас ситуация сложилась в корне иная. Промес уже ветеран, к тому же он оказался, ну, скажем так, заперт в рамках одного отдельно взятого государства, Арабских Эмиратов, он оттуда не может никуда не улететь, не уплыть, не убежать, и на фоне этого многие, в общем-то, и предполагали, что рано или поздно Промес просто найдет там себе новую команду, чтобы за нее выступать хотя бы какое-то время. И вот, пожалуйста, Дубай Юнайтед предложил контракт Промесу, и уже есть инсайды, что не сегодня-завтра объявят официально об этом подписании. Вот такой вот поворот сюжета. При этом хотелось бы отметить интересный нюанс, что данный коллектив принадлежит российскому какому-то магнату, так что, возможно, здесь и есть определенные, ну, не знаю, такие наработки на будущее. Может быть, как-то удастся, в том числе и за счет выступлений в Арабских Эмиратах, пробить БРЭШ в защите вот этих самых чиновничьих аппаратов и как-нибудь покинуть арабские страны. Ну, кто знает, может быть, там товарищеский матч какой-нибудь будет, Промес вместе с командой соберется, полетит в Москву, и там шмык, и окажется в Спартаке. В общем, давайте все это дело обсудим и поймем, что это все значит. Но сперва хотелось бы сказать, что я завел свой блог на Бусти, где публикую прогнозы на все матчи российского чемпионата. А также там будут выходить ретро-ролики, посвященные выступлению российских команд в Еврокубках. И там уже вышло видео, посвященное сезону 92-93, когда ЦСКА обыграл Барселону. Спартак смог пройти Ливерпуль. Это было серьезное состязание, и то, что Спартак остановился в паре шагов от трофея, это очень серьезный успех. А Торпеда и Динамо достойно выступили в Кубке УЕФА. Все эти ролики доступны в полном объеме на моем Бусти. Ссылочка в описании и в закрепленном комментарии. Плюс к этому в конце видео я буду упоминать всех платных подписчиков с моей платформы Бусти. Итак, вообще, конечно же, для многих сообщение о том, что Промес подписал контракт с Дубай Юнайтед, стало, ну, таким поводом для депрессии, расстройства, что все, братуха не вернется, что Антон навсегда застрял там, уже работу себе нашел, и все в этом духе. Но, на самом деле, здесь есть определенный повод для позитива, потому что, напомню, были инсайды, что в сентябре и августе, вот в эти месяцы где-то, должны были пройти заседания касательно экстрадиции Промеса в Нидерланды. И если бы его экстрадировали, ну, всем понятно, что тут уже вопрос закрыть всерьез и надолго, скорее всего, на несколько лет. А так как он до сих пор на свободе, пускай и в рамках одной страны под подпиской о невыезде, и то, что он при этом еще и контракт с кем-то подписывает, ну, это говорит о том, что, по всей видимости, ситуация не так ужасна, и, во всяком случае, ждать его за решеткой в Голландии точно не стоит. Так что это определенный, но позитив. При этом, выступая за Дубай Юнайтед, пускай и не на самом высоком уровне, это, если что, второй дивизион Арабских Эмиратов, но, тем не менее, Промес будет поддерживать форму, Промес будет, ну, скажем так, в тонусе каком-то. И на будущее это тоже может положительно повлиять. На будущее возможное возвращение в Спартак. К тому же, как я сказал, Дубай Юнайтед принадлежит российскому владельцу, и тут, ну, мы можем себе представить какие-нибудь хитрые, тонкие планы касательно каких-нибудь, там, не знаю, товарищеских турниров в третьей стране, куда вылетит и Промеса, и Спартак, а дальше как-нибудь все это, я не знаю, срастется. В общем, здесь, теоретически, вот этот клуб с российским владельцем, он может стать таким плацдармом для какого-нибудь хитрого плана по возвращению в Спартак. Это, конечно, только теория, не более того, но, тем не менее, в целом это тоже можно рассмотреть. Ну, а вообще воспринимать это все как какое-то предательство или еще что-то, а то тут многие уже начали иронизировать, разумеется, не болельщики Спартака, а других клубов, наверное, не стоит. Всем все понятно, всем ясно, что Промес оказался вот в такой ситуации, да, оказался по своей вине, скорее всего, но, тем не менее, из этой ситуации данный выход, со спортивной точки зрения, самый логичный. Вместо того, чтобы сидеть и, сами знаете, что пенять и пинать, вместо того, чтобы там сочинять рэпчинку или что-то еще у себя дома, вот можно поиграть за Дубай Юнайтед. Ну, по всей видимости, есть возможность, наверное, даже на выезды гонять. Посмотрим. В любом случае, это лучше, чем сидеть без дела и, в конце концов, здесь даже есть определенный позитив, который я уже описал, даже для болельщиков Спартака. Хотелось бы поблагодарить моих платных подписчиков на Бусти. Профессор. Профессор. Спасибо вам, дамы и господа, вы лучшие.